Добрый день, друзья! Мы продолжаем разговоры об астрономии. В прошлый раз мы говорили о нашей Солнечной системе. Это Солнце и планеты, и мелкие тела, астероиды, кометы, метеороиды, которые окружают наше Солнце. И все это достаточно подробно изучено в том, что рядом с нами. Я не скажу, что Солнечная система изучена до последнего объекта. Нет. Каждую ночь астрономы в среднем сотню, полторы сотни новых объектов в Солнечной системе открывают, как правило, с помощью телескопов-роботов. Но все-таки вероятно каких-то принципиальных новых больших тел в Солнечной системе мы больше не обнаружим, хотя кто знает. Однако в последние два десятилетия мы активно стали искать и изучать, то есть открывать и узнавать что-то новое о планетных системах иных звезд. Эти планеты называют экзопланетами, то есть внешними планетами по отношению к нашей Солнечной системе. Но ничем не хуже, даже иногда интереснее, чем планеты наши родные. Давайте об этом поговорим. Сегодняшний рассказ об изучении экзопланет, то есть планетных систем у других звезд, о поиске жизни на них. Для нас это первостепенная задача. Жизнь — уникальное явление. У нас нет второго варианта жизни. Мы открыли очень много разных космических тел, открыли миллионы звезд и сотни других, сколько уже, тысячи, около пяти тысяч экзопланетных объектов, но пока признаков жизни, кроме как на Земле, нигде не находим. Так что сегодня об этом разговор. Экзопланеты и поиски жизни на них и вообще в космосе за пределами Земли. Начнем с экзопланет. Как их можно обнаружить? Признаюсь вам честно, вот я уже не молодой астроном, и в период своих, в период своей молодости, когда я начинал заниматься нашей звездной наукой, я был уверен, что ни при моей жизни, ни даже в ближайшие десятилетия, может быть даже столетия, нам не удастся обнаружить планеты у других звезд. Эта уверенность базировалась на том, что звезды очень яркие источники света. Вот перед нами целая россыпь звезд. А планеты, даже если они находятся рядом со звездами, очень слабо светятся, и на фоне звезд должны быть неразличимы. Ну, ситуация примерно такая, как вот вы смотрите на яркий источник света, какой-то маяк светит вам в лицо. Вы подозреваете, что может быть рядом с этой яркой лампой что-то там такое еще маленькое есть. Ну, попробуйте это слабо светящееся увидеть. Ведь, скажем, на Землю падает одна десятимиллиардная часть солнечного света. Примерно половину из него Земля отражает в космос. Значит, Земля в 10 миллиардов раз слабее светится, чем Солнце. Если вы издалека смотрите на Солнечную систему, как вы заметите Землю? Вот этот самый пример. Если бы нам удалось потушить яркий свет, может быть, мы и заметили бы что-то там такое светлячка. Заметили бы, потому что он сам светится. Но, во-первых, потушить звезду не в наших силах, а во-вторых, потушив звезду, мы бы и планету рядом с ней не увидели, потому что планета видна только благодаря тому, что звезда ее освещает. И вот эта проблема для астрономов оказалась действительно очень непростой. Обнаружить, и тем более изучить планеты рядом с иными звездами. Но идеи постепенно появлялись. Мы знаем, что планета и ее родная звезда обращаются по орбитам, по сходным орбитам, у планеты большая орбита, у звезды маленькая, вокруг общего центра масс. Хорошо, если мы не можем рассмотреть планету, но видим звезду. Можем ли мы по перемещениям звезды догадаться о присутствии планеты и что-то о ней узнать, каков ее орбитальный период, может быть, массу измерить по тому, насколько сильно колеблется звезда. Эта идея пришла в голову астрономам давно, и они стали изучать подобные объекты. Прежде всего, ближайшие звезды. Ну, например, самая яркая звезда на нашем небосводе Сириус. Астрономы 19 века за ней наблюдали, и первым обнаружил колебания Сириуса немецкий астроном Фридрих Бессель. Он заметил, вот тут нарисована траектория более яркая, что Сириус так колеблется, двигаясь по отношению к другим звездам, немножко волнообразно движется. Это навело его на мысль Бесселя, что рядом с Сириусом есть еще какой-то невидимый объект, и они вместе с Сириусом вокруг общего центра масс обращаются. А Бессель даже предсказал, как именно будет двигаться тот невидимый объект. Его в конце концов обнаружили. Телескопы уже второй половины 19 века были достаточно мощными, чтобы заметить маленькое тело, слабосветящееся, рядом с этим гигантом Сириусом. Спутник Сириуса оказался удивительным телом нового типа, мы их сегодня называем белыми карликами, о них разговор впереди, маленьким, но очень массивным, поэтому его амплитуда и амплитуда движения Сириуса, они близки друг к другу, и при этом очень ярким. И когда мы получаем изображение этой системы Сириус А и Сириус Б, то оказывается, что этот малыш в рентгеновском диапазоне светится ярче, чем большая массивная звезда Сириус. Основной, так сказать, компонент этой системы. Он основной по массе, но в смысле рентгеновского излучения он уступает своему маленькому соседу. Вот такая система. Сегодня мы, конечно, с помощью космических телескопов, прежде всего, Хаббл, без труда можем сфотографировать этого малыша. Вот он, тут белый карлик Сириус Б, но это основная большая звезда Сириуса, и их движение вот до последних лет прослеживается надежно. И даже не зная сначала о существовании этого спутника, можно было, и Бессель это сделал, предсказать, что спутник есть, иначе бы основная звезда не двигалась по такой волнообразной кривой. Вот эта же идея в отношении планет пришла в голову астрономам и пытались ее реализовать. Но ясно было, что это будет непросто. Давайте так вот мысленным взором посмотрим на Солнечную систему издалека. Мы перемещаемся к соседней звезде, к Альфе, двойная звезда Альфа в созвездии Кентавр, и от нее смотрим на Солнечную систему. Что мы увидим? Планеты, освещенные Солнцем, будут очень слабый блеск иметь. В звездных величинах он тут выписан. Далекие планеты практически неразличимы, 27-я, тем более 34-я величина. А вот близкие к Солнцу, либо очень крупные планеты, они в принципе могли бы быть доступны современному телескопу. 22-я, 23-я звездная величина для Юпитера и Сатурна, это вполне по силам крупному наземному телескопу. 24-я для Венеры тоже, ну не каждому, но самым крупным телескопом доступно. Однако их угловое расстояние от Солнца при этом будет очень маленьким, доли секунды или несколько угловых секунд. А Солнце яркий, гигантский для ближайших наблюдателей, объект очень яркий, который своим светом заливает все окрестности свои и в телескопе не позволяет увидеть что-то слабо светящееся. Для примера я вам показываю четыре фотографии одной и той же области неба, сделанные с разными экспозициями. Короткая экспозиция, мы видим только яркую звезду. Слабо светящихся тел нет. Изображение маленькое, хорошее, аккуратненькое. Что-нибудь рядом могли бы увидеть, но оно слабо светится, его не видно. Мы повышаем, удлиняем экспозицию. Наконец, при длительных экспозициях появляются все более и более слабые звезды на фотографии. Но при этом яркая звезда своим рассеянным светом, и в атмосфере Земли он рассеивается, и внутри оптики телескопа заливает всю окрестность своим светом. И даже если там присутствует слабо светящееся тело на фотографии, заметить его нельзя. Тут уже такой мощный фон от яркой звезды, что просто пропадает слабо светящееся тело. Таким образом, как-то надо было решать эту проблему. Астрономы решили все-таки начать с того, чтобы попробовать заметить волнообразное движение звезд, связанное с присутствием какой-то массивной планеты на орбите рядом с этой звездой. Это было бы нелегко. Если бы от соседних звезд смотреть на наше Солнце, оно бы под действием в основном притяжения к Юпитеру. Немножко колебалось бы с периодом около 12 лет, но амплитуда этих колебаний была бы около тысячной доли угловой секунды. Крайне малый угол. Очень трудно, да практически неизмеримый. И, тем не менее, за эту работу взялись. Первым на эту задачу нацелил свои силы американский астроном, астрометрист, так называют специалистов по точному измерению положения небесных объектов. Астрометрист Питер Ван де Камп. Он выбрал в качестве звезды для измерения так называемую летящую звезду Барнарда. Летящая, потому что она очень близко к нам, и она буквально в течение нескольких лет меняет свое положение на небе, то есть заметно перемещается за счет своего движения в пространстве. Питер Ван де Камп использует длиннофокусный рефрактор, который дает большое изображение в своем фокусе, большой масштаб изображения. Многие годы измерял положение звезды Барнарда и в начале шестидесятых годов прошлого века объявил, что он обнаружил колебательное движение звезды Барнарда, говорящие о том, что рядом с ней находится планета-гигант типа нашего Юпитера. Это объявление было воспринято с энтузиазмом. Знаете, начало шестидесятых, первые полеты космонавтов, Юрий Гагарин, спутники — это эпоха энтузиазма космического. И объявление о том, что у одной из соседних звезд открытой планеты тоже воспринималось с доверием. Но ученики Ван де Кампа, более современные астрономы, используя более современные телескопы, стали наблюдать ту же звезду Барнарда и отметили, что никакого колебательного движения в ее положении на небе не обнаруживается. Что все это ошибки наблюдений, связанные с гнутием телескопа, с изменением температуры воздуха в течение периодов года. И, к сожалению, Ван де Камп оказался, как сказать, жертвой разных вторичных эффектов. Я бы сказал так. Вообще в науке такое бывает. Когда работаешь на грани возможностей своей аппаратуры, на грани точности, иногда бывают их ошибочные открытия. Довольно часто. Я бы сказал, регулярно бывают. Но главное не останавливаться на них, не говорить, что это окончательное открытие, а продолжать работу и иногда доказывать ошибочность прежних ранних выводов. Итак, у звезды Барнарда, как тогда выяснилось, крупного спутника нет. Между прочим, в наше время уже обнаружился небольшой спутник планетного типа у звезды Барнарда. Но в ту эпоху не по силам было астрономом его обнаружить. В нашу эпоху появились совсем иного качества телескопы. Космические телескопы, которые делают измерения ста и тысячекратно лучшей, более высокой точностью, чем это удавалось астрономам прежних эпох с помощью наземных телескопов. Вот то, что мы имеем на сегодняшний день, это, так сказать, вершина астрометрии европейский спутник-телескоп Гайя. У него, на самом деле, там два телескопа внутри этой, как сказать, астрономической обсерватории космической. И они измеряют положение звезд на небе с невероятно высокой точностью до двух ста тысячных долей угловой секунды. Знаете, как это можно представить? Если вы на поверхности Луны положите монетку, такую вот рублевую, то с Земли она будет видна под таким углом. И вы сможете с помощью вот такого телескопа измерить размер монетки, лежащей на поверхности Луны. Невероятная точность, но доступная только космическим телескопам. И сейчас они практически начали повторять ту работу, накапливать данные, которые когда-то накапливал Питер Ван де Камп. Ну, ему это не удалось с поверхности Земли. А сейчас с помощью этих космических приборов мы эту работу продолжаем. И, я надеюсь, результаты в ближайшие годы появятся. Но не хотелось долго ждать. И в конце 20 века, примерно в 1994-95 году, астрономы решили использовать другой метод, который позволил бы им обнаружить присутствие невидимых планет вокруг ярко светящихся звезд. Каким образом? Звезда движется не только в плоскости неба, но и от нас, и к нам, вдоль луча наблюдателя. Вы помните, я рассказывал об эффекте Доплера. Если мы будем измерять положение спектральных линий в спектре звезды, то за счет эффекта Доплера, из-за движения звезды вокруг общего центра масс с планетой, в спектре звезды должны регулярно перемещаться спектральные линии. Эффект Доплера должен то в красную, то в голубую сторону их сдвигать. На это был сделан расчет, и началась работа нескольких групп астрономов. Первая мощная группа астрономическая, немногочисленная, очень известный инспектороскопист американский Пол Баттлер, и его тогда еще аспирант, потом он тоже стал профессиональным астрономом мощным, это Джефф Марси, а это его аспирант Пол Баттлер, тогда аспирант, и сегодня уже полноценный ученый, они начали большую работу по измерению спектров звезд, по измерению слабого перемещения линий спектральных в их спектрах, надеясь заметить регулярное колебание звезды под действием находящихся рядом с ней планет. И чуть позже эту же работу начали сотрудники другой группы, тоже два человека, маленькая астрономическая группа, ведущим ученым там было и остается до сих пор Мишель Майор, это швейцарский, ну он же и во Франции, и в Швейцарии работает, очень известный спектроскопист, и его в ту пору студент, потом аспирант, а сегодня это уже полноценный ученый, большим, с таким очень известным именем Кило, Диде Кило, который, помогая Майору, оба они решили ту же работу провести, сделать спектроскоп, очень аккуратно измеряющий положение линий в спектре некоторых звезд. Они использовали уже существующий тогда телескоп, он работает на юге Франции, и поставили там вот в термостатированном помещении, очень современный по тем годам, 95-й год, это просто суперсовременный спектрограф, и стали исследовать ближайшие звезды. И им повезло, они посмотрели на звезду 51-я в созвездии Пегаса, и буквально за несколько дней обнаружили, что она колеблется к нам и от нас, к нам и от нас, с амплитудой примерно 50 метров в секунду, ну чуть меньше там, сейчас посмотрим, ну да, примерно 50 метров в секунду, вот точная амплитуда, 56 метров в секунду, с такой амплитудой, но с очень коротким периодом. Период ее колебаний составил чуть более 4-х суток, то есть это период орбитального движения какого-то невидимого тела вокруг этой звезды. Невидимое тело, очевидно, крупная планета. Но период, орбитальный период, 4 дня с небольшим, четверо суток. Разве планеты летают так быстро вокруг своих звезд? Это было неожиданно. Причем планета массивная, она раскачала свою звезду довольно сильно, 50 метров в секунду, это хорошая скорость. И какая же планета должна быть? По расчетам, это оказалась планета более массивной, чем наш Юпитер. Наши планеты-гиганты живут далеко от Солнца. Их орбитальные периоды — это годы и годы. А у этого гиганта всего лишь четверо суток. Значит, он очень близко к своей звезде. Значит, он летает, ну это, конечно, иллюстрация, это рисунок художника, буквально вдоль поверхности своей звезды на небольшом расстоянии. А раз так, звезда его очень сильно нагревает. То есть, эта планета, с одной стороны, гигант, массивная, такая же, как Юпитер, еще более массивная, но не такая холодная, как Юпитер, а нагретая своей близко расположенной звездой. И тогда родился термин «горячие Юпитеры», «hot Jupiter». А «горячий», но Юпитерообразный по своей массе, планета-гигант. Это было совершенно неожиданным открытием. Астрономы не ожидали, что планета-гигант может сформироваться так близко от звезды. В чем тут загадка? А в том, что звезда должна была разогреть вещество и наиболее легко испаряющееся отбросить от себя на периферию планетной системы. Именно туда, где в нашей Солнечной системе сформировались планеты-гиганты из водорода, из гелия. Там им место. А как же гигант сформировался рядом со звездой? Это не должно было произойти. Они настолько близко к звезде, что ее свет буквально испаряет атмосферу этих гигантов. Они летят, окутанные испаряющимися газами, примерно так, как комета, подлетая к Солнцу, испаряет и теряет свое вещество. Это удивительные тела, совершенно неожиданные для тех, кто искал планету у других звезд. Следующий метод, который позволил намного эффективнее и быстрее обнаруживать планеты у других звезд, заключается в том, чтобы заметить движение планеты по орбите для нас, наземных наблюдателей, пересекающих диск звезды. Если плоскость планетной орбиты ориентирована к нам, то мы будем регулярно видеть прохождение планеты на фоне звезды, на фоне звездного диска. Раз планеты-гиганты так близко к своим звездам, то это не такое уж маловероятное событие, чтобы планета время от времени на каждом орбитальном периоде пересекала звездный диск. И что мы при этом заметим? Да, мы можем не заметить присутствие планеты, когда она вдали от звезды или в стороне от нее, но когда она проходит на фоне звезды, она своим телом закрывает часть звездной поверхности, и при этом звезда немножко меркнет. Нам кажется, что яркость звезды чуть-чуть понизилась, это такое микрозатмение происходит. Мы их называем прохождение или транзит планеты по диску звезды. И вот эти микрозатмения могут нам просто подсказать, что там планета ненадолго, на несколько часов, закрыла поверхность своей звезды. И мы можем судить о том, с какой скоростью движется планета по орбите, с каким периодом орбитальным, каков размер планеты, то есть какую долю диска звезды она закрывает. Это очень полезный метод. Этот метод особенно эффективно удалось реализовать с помощью космических телескопов. Был запущен специально для этой цели телескоп довольно большого диаметра, около метра диаметра его объектива, телескоп Кеплер. Из 2009 по, ну, примерно по 2015 годы, он довольно активно наблюдал одну область на небе, и на звездном небе обнаружил примерно 3,5 тысячи планет. И вот перед вами я сделал список тех уже традиционных и новых методов, которые позволяют обнаруживать планеты у других звезд. Метод радиальных скоростей или метод Доплера. Он классический, он работает уже с 1995 года. А астрометрический метод, тот, которым Питер Ван де Камп пытался найти планеты, только начинает набирать силу с помощью космических телескопов. Но его роль в будущем будет более и более заметной. Транзитный метод, это вот прохождение планеты на фоне звезды, оказался самым продуктивным. Наибольшее количество планет мы открыли этим методом. Но есть и другие. Их еще больше, чем в этом списке. Но они не такие плодоитые, плодотворные. Немного планет удалось другими методами обнаружить. Это статистика обнаружения экзопланет по годам. Сегодня у нас 6 августа 2021 года. Момент, когда я эту лекцию читаю на записи. А вчера я посмотрел в каталог экзопланет, и их было открыто чуть более 4800 штук. Вот вы, если возьмете это число и разделите на последние 20 лет, за которые открывали эти планеты, то увидите, что сегодня астрономы почти ежедневно открывают по новой планете рядом с соседними звездами. Почти ежедневно. А в нашей Солнечной системе мы открывали планеты приблизительно, ну, за последние столетия, приблизительно по одной столетии. Уран был открыт в 18 веке, Нептун в 19 веке, Плутон, ну, он не полноценная планета Карлик, ну, Плутон в 20 веке, то есть не чаще, чем по одной планете в 100 лет. А сегодня мы обнаруживаем по одной планете в среднем в сутки. Вот это продуктивность современной астрономии. Возникли новые технологии, которые позволяют астрономам как бы затемнить, прикрыть изображение яркой звезды, и тогда становятся видны реальные изображения планет. Вот тут на этой серии фотографий вы видите четыре гигантских планеты, они все крупнее нашего Юпитера, обращающиеся вокруг этой звезды, которую закрыли специальной маской, и ее свет не так сильно влияет на окололежащие области, не заливает звезда их своим светом, и мы в состоянии обнаружить изображение планет рядом с ней. Но в перспективе этот метод станет еще более сильным. Усилится его роль, когда такие телескопы удастся вывести на орбиту вокруг Земли. Вот я вам покажу один из проектов, который сейчас разрабатывается, но не знаю, когда он будет реализован, когда появятся деньги на его реализацию, но проект очень красивый. В космос запускается космический аппарат, собственно, телескоп большой, и некое дополнение к нему. Это дополнение отстыковывается, отлетает от космического телескопа, телескоп разворачивается, а это не что иное, как экран. Огромный зонтик, который разворачивается и уходит на большое расстояние от космического телескопа. И собой прикрывает яркую звезду. При этом становятся видны планеты, которые рядом с этой звездой можно обнаружить. И не только обнаружить их присутствие, но реально сфотографировать и изучить. Это замечательный проект. Я надеюсь, что он будет в ближайшие годы реализован. Что же мы сегодня узнали о планетах у других звезд? Прежде всего, нас интересуют, конечно, планетные системы, такие же многообразные, как наша Солнечная, и такие уже обнаружены. Вот планетная система Кеплер-90. Вы уже догадались. Ее открыли с помощью космического телескопа Кеплера. Она в каталоге под 90-м номером, в каталоге открытий, сделанных этим космическим телескопом. Ее сравнение с Солнечной системой показывает, что есть почти полные аналоги нашей Солнечной системы. Гиганты вдали, планеты земного, так сказать, калибра поближе к Солнцу, ну, они на самом деле не очень мелкие, они скорее похожи на Уран и Нептун, такие вот промежуточные между небольшими гигантами и совсем крошечными планетами земного типа. Тем не менее, общая архитектура этой планетной системы и количество их там, и распределение по расстоянию от своей звезды, довольно точно напоминает нашу Солнечную систему. Но как же объяснить присутствие гигантов рядом со своими звездами, то есть о наличии горячих Юпитеров? Математические модели формирования планетных систем показывают нам, что это возможно. Гигантская планета может сформироваться на периферии протопланетного диска, а потом за счет торможения при движении в нем постепенно подъехать, приблизиться к своей звезде. Вот такие математические модели говорят, что это в принципе возможный процесс. Мы пока не понимаем, почему в одних планетных системах он произошел, а в других нет. Надо продолжать исследования. И теоретические, и наблюдательные. Но общая идея уже становится понятной. Нас, конечно, в первую очередь интересуют планеты, похожие на Землю, и климат на которых похож на земной, то есть условия для жизни есть. Земля находится в привилегированном положении в Солнечной системе, а именно на том расстоянии от Солнца, где оно нагревает поверхность планеты примерно до нескольких десятков градусов по Цельсию. То есть позволяет существовать в жидкой воде. Ближе к Солнцу жарко, дальше от Солнца холодно, и узкий коридор расстояний под названием зона возможной жизни, ну или, короче, зона жизни, позволяет планете еще и условия для жизни на своей поверхности иметь. Нам бы хотелось такие обнаружить и в других планетных системах. Такие есть. Вот планетная система Кеплер-22. Это условно нарисованная зона жизни, то есть на ее горячем краю на поверхности планеты температура около 100 градусов по Келью, но вода уже испаряется. Здесь около нуля по Келью, простите, 100 градусов по Цельсию, и около нуля градусов по Цельсию, и тут вода замерзает, а в промежутке жидкая вода на поверхности планеты может быть. Но это наша Солнечная система, ее зона жизни, положение Земли, Марса и Венеры. Так вот, планета немножко покрупнее Земли и Венеры, но находящаяся в зоне жизни этой планетной системы есть. Она не единственная. Сегодня мы имеем довольно много аналогов Земли, причем находящихся эти планеты находятся в зонах жизни своих звезд. Только обращу ваше внимание вот на что. Когда вы на компьютере или на листе книги научно-популярной видите такие иллюстрации, где изображены Земля, Венера и землеподобные экзопланеты, не думайте, что вот эти рисунки их внешних видов, их, так сказать, географических особенностей, что они имеют какой-то смысл. Землю и Венеру мы хорошо представляем себе в детальном изображении, но далекие планеты, экзопланеты, конечно, детально не сфотографированы и не думаю, что в ближайшее время будут получены детальные фотографии. Это фантазия художника. А вот это настоящее изображение. Мы о них знаем только их размер, иногда массу, но не более того. Вот замечательная планетная система Трапест-1. Посмотрите, планеты земного типа, более или менее похожие на Землю и расположены, по крайней мере, вот эти вот средние, расположены в зоне жизни своей звезды. Они в зоне жизни своей небольшой, это карликовая звезда, красный карлик. Наши планеты для масштаба показаны. Вся вот эта планетная система Трапест-1, она бы уложилась вот тут, внутри орбиты Меркурия. Но звезда слабо светит, поэтому как раз там условия для жизни вполне благоприятные. Очень интересно было бы исследовать эту планетную систему. Мы ее так себе в фантазиях представляем, но как она на самом деле выглядит, конечно, никто не знает. Ближайшая к нам звезда с планетой оказалась реально ближайшей звездой, обнаруженной в космосе. Проксима, то есть по-латински ближайшая, со звездой Кентавра. У этой звезды обнаружено две планеты. Причем одна из них имеет массу, практически равную массе Земли, и находится внутри зоны возможной жизни. По-английски это Habitable Zone, зона жизни, и как раз эта планета находится там. Ну, может быть, разочаровывает только то, что звезда Проксима, это красный карлик, и она довольно неустойчиво светится. На ней постоянно происходят мощные взрывы, вспышки. Так что условия жизни на этой предполагаемой планете, наверное, не очень благоприятны. И на поверхности там плохо. Все время меняется яркость, потоки радиации приходят от этой звезды. Но под поверхностью может быть вполне благоприятно. Мы знаем многих животных, которые под поверхностью Земли прекрасно себя чувствуют, и под поверхностью экзопланет тоже могли бы жить. И последнее. Поиск жизни и разума в космосе, он, конечно, прежде всего направлен на планеты и спутники нашей Солнечной системы. Особенно интересуют нас спутники планет-гигантов, например, такой, как Европа, спутник Юпитера. Там подо льдом океан. И в этом океане могут быть какие-то живые существа. Океан ничем не хуже наших земных океанов. Их там надо искать, и мы их будем в ближайшее время искать. Но, пожалуй, наиболее дальнобойный, наиболее всеобъемлющий метод поиска жизни состоит в том, чтобы не просто жизнь какого-то примитивного типа найти. Давайте вернемся сюда. Эта жизнь на Европе должна быть подо льдом, а может быть даже еще и под твердой поверхностью, частично этого спутника. Как мы туда можем проникнуть, только прилетев туда, пробурив какие-то скважины, запустив какие-то роботы автоматически? Это очень сложно. А в отношении экзопланет это просто невозможно. Мы еще не можем послать туда космические аппараты. Но если жизнь получила развитие, если возникли существа мыслячие, создающие свою техническую, технологическую цивилизацию, то можно попробовать связаться с ними по радио. И такие работы ведутся. Мы посылаем радиосигналы к далеким звездам, мы ожидаем радиосигналов от далеких звезд, мы постоянно с помощью больших радиотелескопов прослушиваем пространство космоса, желая, надеясь, получить какие-то радиопослания от внеземных цивилизаций. Пока не получили, но кто ищет, тот всегда найдет. Я уверен, что в ближайшие десятилетия мы наладим связь с внеземными цивилизациями. Рекомендую вам продолжить знакомство с этой темой. Прочитав две недавно вышедших книги, в них мои коллеги, зарубежные астрономы, описали, как ищут планеты, как пытаются обнаружить на них жизнь и признаки разума. Но, пожалуй, более интересная книга – это та, которую написал мой учитель, советский, знаменитый астрофизик Иосиф Самуилович Шкловский. Это его прекрасно написанная книга «Вселенная, жизнь, разум». Она вышла в начале 60-х, потом переиздавалась множество раз. Последнее издание, я тоже принимал участие в его работе, Иосиф Самуилович уже тогда ушел от нас, и мы, его коллеги, более молодые астрономы, сделали новое издание этой книги. Но книга, безусловно, лучшая на тему об исследовании планеты, о поиске жизни и разумной жизни в космическом пространстве. Написана профессионально и очень литературно, я бы сказал. Просто захватывающе. Очень советую вам почитать последние издания этой книги. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok